Вести Карачаева, Черкесия В Черкесии открыли мемориальную доску народному поэту Карачаевой Черкесии Михаилу Бегеру. И впервые за всю историю команда Карачаевой Черкесии стала серебряным призером первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по волейболу среди девушек. Далее об этих и других темах подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карачаево-Черкесии начались публичные обсуждения республиканского закона в сфере горнолыжного туризма. В рамках процедуры оценки фактического воздействия сотрудники регионального Минэкономразвития исследуют закон республики об обеспечении безопасного катания на склонах горнолыжных трасс Карачаевой Черкесии. Он направлен на урегулирование вопросов, связанных с оказанием содействия в обеспечении безопасности лиц, занимающихся трассовым катанием на горнолыжных склонах, а также создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в республике. Задача анализа регулирования достижения целей, заявленных при разработке проекта указанного закона и выявления факторов, затрудняющих введение предпринимательской и иной экономической деятельности. Публичные обсуждения отчета об оценке фактического воздействия текста закона пройдут с 10 апреля по 10 мая. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка трудоустройства интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на местах проведут первичное собеседование. Подробности сообщила заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение типа мозговых штурмов. И мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской республики» в Центре занятости Черкеска реализуется ряд мероприятий. Одним из наиболее значимых является трудоустройство инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Информацию комментирует начальник отдела занятости Елена Житькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение. Иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроблематических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с двумя работодателями. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на вступление в реестр социальных предпринимателей. Этот статус позволяет претендовать на дополнительную поддержку, в том числе гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Документы принимаются до 28 апреля. Претендовать на статус социального предприятия могут организации, которые обеспечивают занятость социально уязвимых граждан, реализуют товары или услуги, произведенные социально уязвимыми гражданами, а также производят или реализуют товары или услуги, предназначенные для социально уязвимых лиц и ведут общественно полезную деятельность. По всем вопросам можно обращаться в Центр «Мой бизнес». На базе регионального центра «Мой бизнес» прошел семинар «Вопросы правового ветеринарного обеспечения и проблемы современного пчеловодства». Мероприятие собрало порядка двух десятков руководителей пчеловодческих хозяйств. У пчеловодов Карачаево-Черкесии была возможность задать вопросы, касающиеся новых ветеринарных правил для пчеловодства и не только. 900 школьников из районов и городов Карачаево-Черкесии в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибаргим Татаркулов. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаево-Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда» пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель Карачаево-Черкесской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. Акция «Сад памяти» стартовала в Адыгехабльском муниципальном районе. В Акожилевском, Садовском и Старокувинском сельских поселениях высажено 50 плодовых деревьев на территориях школ и Дома культуры. Мероприятия в рамках международной патриотической акции «Сад памяти» на территории республики пройдут до конца этого месяца. Высадка более чем 16 тысяч саженцев состоится на территории земель лесного фонда, городских парках, скверах, аллеях, а также школ, детских садов, муниципальных образований и городов республики. В рамках Всероссийской патриотической акции «Сад памяти» в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска высадили саженцы. В мероприятии приняли участие ветераны МВД по Карачаево-Черкесии, представители Республиканского и Городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На специальном участке, выделенном по решению мэрии города, участники высадили 50 саженцев деревьев породы сосна. Это дань уважения нашим предкам, которые сражались за мирное небо в годы Великой Отечественной войны, ведь не зря акции называются «Сад памяти». Мы надеемся, что в будущем эти деревья украсят территорию парка и подарят радость жителям и гостям республики, которые придут сюда отдыхать, отметил председатель Совета ветеранов МВД по Карачаево-Черкесии Юрий Тимрезов. В 2023 году республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в трех районах республики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Анзор Баташев. Данный проект был предусмотрен до 2022 года. За этот период мы успели все районы охватить. В каждом районе было кооперативно и было заложено более 30 гектаров садов. 315, если не ошибаюсь, личных подсобных хозяйств. С этого года по поручению РЭШ-происплющия мы продлили региональную программу и как минимум до 2024 года данная программа будет работать. В этом году планируется охватить три района поддержать третьих хозяйных кооперативов. Соответственно, это получится где-то 90-10% хозяйств. В России продолжается весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу, сообщил военный комиссар Карачаева Черкесии Сергей Белобородов. 30 марта президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписан указ номер 220 о призыве граждан Российской Федерации на военную службу в апреле-июне 2023 года. И об увольнении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. В республике более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. 11 представителей республики приняли участие в первом всероссийском форуме «Пик возможностей», который прошел в Нижнем Новгороде и собрал на одной площадке полторы тысячи участников из 89 субъектов России. Молодежь региона в ходе мероприятия прошла образовательные программы по следующим темам. Личный бренд и его популяризация, развитие своего проекта в ВК, эффективные практики в вопросах продвижения, сообщество вокруг проекта, секреты работы со СМИ, блогерами и т.д. Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. В ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений второго класса опасности. Решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес. Началась реализация социального проекта в сфере креативных индустрий. Развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Институт социально-креативного развития актива» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Подробности сообщила продюсер шоу Мадина Лайпанова. Проект «Лицо кавказской национальности» является уникальным в своем роде по масштабу, по географии проекта. Он будет представлять собой познавательное развлекательное шоу, которое познакомит телезрителей с обычаями, традициями народов, проживающих на территории Северного Кавказа, а также покажет красоты природы, которые есть на нашей территории. Приглашаем всех желающих принять участие. Для этого необходимо заполнить заявку в официальной группе некоммерческой организации «Оно Искра». Можно будет найти гугл-форму, отправляйте. Все заявки будут рассмотрены, и вполне возможно, что именно вы станете одним из участников, который будет представлять нашу Карачаево-Черкесию в данном шоу. На доме номер 5 по переулку Одесскому в Черкесске открыли мемориальную доску народному поэту Карачаево-Черкесии Михаилу Бегеру. В мероприятии приняли участие близкие друзья, коллеги и ученики поэта. Исполняющий обязанности министра по делам национальности и массовым коммуникациями печати Республики Ислам Хубиев отметил большой вклад Михаила Леонидовича в развитие современной русской поэзии Карачаева-Черкесии и подчеркнул, что имя Бегера останется в памяти жителей региона на долгие годы. На мероприятии прозвучали стихи в исполнении самого поэта, записанные при его жизни, исполнили песни на его стихи. Главный редактор газеты «День Республики» Евгений Кратов предложил с целью сохранения памяти о замечательном поэте проводить в день его рождения ежегодные бегеровские вечера. Информацию комментирует исполняющий обязанности министра по делам национальности, массовым коммуникациями печати Ислам Хубиев. Я благодарен этому человеку за то, что он тоже в моей жизни нес свою лепту. Мне посчастливилось быть с ним знакомым, и он мне запомнился как человеком, вот как его голос, как он умел говорить, как он мог рекламировать свои произведения, да и другие произведения. Человек, вот если говорить одним словом, это русская душа. Именно такие люди, они всегда приходили к нам, и они несли определенную миссию. И Михаил Леонидович является таким же человеком, и действительно человеком, который не просто назывался поэтом, и являлся народным писателем, он поистине был народным писателем. И я всех призываю не забывать этого великого поэта и сохранить в своих сердцах на долгие времена. Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 20 мая. По традиции на портале культура.рф можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляции. Тема акции созвучна году педагога и наставника «История и истории». В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях и научных открытиях. Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны, в том числе и Карачаево-Черкесии, готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. В канун Дня космонавтики для воспитанников Республиканского детского реабилитационного центра «Надежда» региональное министерство по делам молодежи организовало экскурсию в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук, расположенную в Нижнем Архазе. Познавательная экскурсия о жизни космоса проведена ведущими историками-астрофизиками обсерватории. Ребятам рассказали и наглядно продемонстрировали имеющиеся в арсенале крупнейшие телескопы, способные заглянуть далеко вглубь космоса. На примере специальных макетов показали строение нашей Вселенной, расположение планет относительно друг друга, звезд и спутников. А в рамках недели охраны труда в 19 подразделениях филиала Руссети «Северный Кавказ», Крачаево-Черкеска «Энерго» прошли встречи и мастер-классы по вопросам сохранения здоровья и жизни персонала. Энергетикой обсуждали необходимость соблюдения техники безопасности при работах в электроустановках, а также основные положения концепции нулевого травматизма. Тему продолжит главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Алакаева. Главная цель концепции нулевого травматизма – вовлеченность всего персонала в процесс формирования среды нетерпимости к нарушениям правил охраны труда и их недопущения в своей работе. Новый метод организации работы по предотвращению травматизма и организации безопасных условий труда внедряется в кампании с 2021 года, когда в Пятигорске прошла первая стратегическая сессия с участием руководителей всех структурных подразделений общества. По итогам работы была оформлена хартия внедрения концепции нулевого травматизма в Россети «Северный Кавказ». Впервые за всю историю команда Карачаева Черкесии стала серебряным призером первенства южного и северокавказского федеральных округов по волейболу среди девушек. Состязания прошли в Пролетарске и Ростовской области. Наши спортсменки завоевали серебряную медаль. Лучшим связующим турнира была признана Кристина Соболева. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов, в горах местами плюс 8-13. Свыше 2000 метров лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы достигнут 14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!